как страшном сне в бобруйске задержали педофила мужчина подошел девочки на улице когда она одна около 8 часов вечера шла к своей бабушке болезнь или порог девушка вольных нравов правоохранители предотвратили вывод за границу жительницы могилевской области витебский на автовокзале подозреваемая была задержана сколько обещали в месяц экспресс сушка на минской загорелась стиральная машина кстати пожара огнем поврежденные имущества закупчены стены и потолок кто заметил дым в окне наличные нужды в кличевском районе водитель предприятия сливал дизель с комбайна чем закончились заработки это сирена громкие чп за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте новость которая облетела всю страну и заставила каждого задуматься в бобруйске задержан педофил милицию обратились родители 11-летней девочки и сообщили их дочь пострадала действий сексуального характера оперативники установили ребенка домогался 30-летний житель витебской области который приехал в бобруйск к знакомым мужчина подошел к девочке на улице когда она одна около восьми часов вечера шла к своей бабушке находясь в состоянии алкогольного опьянения он решил познакомиться с ребенком а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера фигурант задержан следственный комитет возбудил уголовное дело работа не пыльная зарплата невысокая оперативники предотвратили вывоз белорусский за границу для занятия проституцией 42-летняя витебчанка познакомилась в соцсетях с 20-летней жительницей могилевской области с целью вербовки женщина заманивала ее приличным заработком обещала 2000 долларов в месяц описывала хорошие условия труда безопасности проживания в дорогих апартаментах девушка согласилась витебский на автовокзале подозреваемая была задержана следователи возбудили уголовное дело временно закрытый на строителей горел торговый павильон а чп сообщил прохожие до прибытия спасателей работники самостоятельно покинули место происшествия как выяснилось позже полыхали картонные коробки с них огонь перекинулся на магазин в результате поврежден сайдинг и задняя стена помещения пострадавших нет за день до этого сотрудники мчс тушили сараи в бобруйском районе по прибытию первых подразделений мчс наблюдалось горение создалось плотное задымление со слов хозяевов внутри данных из построек никого не было спасатели справились с данным возгоранием ликвидировали его в кратчайшие сроки в результате повреждено некоторое имущество перекрытие кровля в данном сарае страдавших нет причина выясняется еще один пожар произошел ночью в пятницу на держинского около половины первого горел четырехквартирный дом по прибытию спасателей часть строения полыхала открытым пламенем уничтожено имущество повреждены стены потолок и частично перекрытие причина выясняется ваниш не поможет в понедельник на минской горела квартира чп произошло около пяти вечера спасателей вызвало прохожие женщина увидела пламя в окне кухни как оказалось загорелась стиральная машина пенсионерка загрузила одежду запустила технику и ушла на улицу по своим делам извещатель к слову в квартире установлен не было к счастью никто не пострадал по прибытии подразделения мчс выхода дыма из окна не наблюдалось в результате пожара огнем повреждены имущества закопчены стены и потолок предполагаемая причина пожара нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования неисправные электроприборы одна из частых причин пожаров буквально маленькой искры хватит чтобы разгорелось пламя с начала года в городе произошло больше 70 чп масштабах всей страны свыше 4000 недалеко уехал в кличевском районе водитель сельхоз предприятия сливал дизель с комбайна сотрудники гаи установили автомобиль уаз в котором обнаружили 100 литров топлива мужчина планировал использовать краденое для личных нужд горючее вернули агропромышленному комплексу местный житель привлечен к административной ответственности еще один случай выявили правоохранители во время рейда на объектах а пока житель кличевского района спрятал в сарае почти 90 литров дизеля пенсионер купил несколько канистр окрашенного горючего у наглядно знакомого мужчины для личных целей топливы изъяли проводится проверка внимание дети в бобруйске произошло дтп с участием несовершеннолетнего велосипедиста чп случилось в последний день лета водитель мазды поворачивал слынькова на 50 лет в лксм в это время проезжую часть пересекал мальчик на байке сообщается что он не спешился женщина переходила я ее пропустил начал трогаться ну вот ребенок в меня и влетел влетел повис на капоте начал плавно останавливаться все он там тут начал кричать что ай-яй-яй в госпитализации пострадавший не нуждался медицинскую помощь ему оказали на месте гаи призывает родителей проявить повышенное внимание к безопасности детей и помнить лучший урок собственный пример не смогли разминуться в бобруйске произошло дтп с мотоциклом чп случилось 4 сентября на ракосовского водитель мазды при повороте налево не уступил дорогу байкеру который двигался навстречу 53-летний водитель двухколесного прибегнул к экстренному торможению но не справился с управлением и упал бобруйчанина госпитализировали с травмами по факту случившегося проводится проверка поспешишь людей насмешишь в могилеве водитель не уступил дорогу скорой на днях 39-летний житель областного центра совершил множество нарушений пдд которые попали в объектив видеорегистратора это и не пропуск пешехода и нарушение правил маневрирования но самое грубое мужчина не уступил дорогу скорой помощи с включенными маячками нарушитель привлечен к административной ответственности теперь ему придется заплатить штраф двести восемьдесят восемь рублей также он не имеет права садиться за руль в течение года это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях и кристина рианц увидимся через неделю